Геннадий Мелёхин считает себя законопослушным гражданином. Мужчина исправно платит все налоги. Но каким образом в этом году он сможет рассчитаться с государством, не знает. Ставшее уже привычным налоговое уведомление до сих пор не пришло. Узнать за счёт долгов, может долги какие появились. Ну как, вооружён, предупреждён. Ну всё, я вот сейчас узнаю. И спокойно спать буду, как говорится. Заплати налоги и спи спокойно. И таких, как Геннадий Мелёхин, десятки, если не сотни. Люди не хотят платить штраф за просрочку платежей, который, кстати, в этом году заметно подрос. Поэтому массово и приходят в налоговую. Обычно в августе, в сентябре уже приходил имущественный налог, в этот раз я почти его не получил. В районных налоговых инспекциях Барнаула беспокойство горожан понимают. Но советуют не волноваться. Срок уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов в этом году сдвинут на месяц. Теперь люди обязаны их заплатить не до 1 ноября, как было раньше, а до 1 декабря. На почту налоговые уведомления уже переданы, говорят специалисты. В ближайшие две недели их получат все жители краевой столицы. Если же по какой-либо причине срок до 18 октября налоговое уведомление не будет доставлено, следует обратиться в налоговый орган по месту жительства. Те же граждане, которые имеют доступ в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, могут налоговое уведомление получить в личном кабинете. В Барнауле все налоговые службы, за исключением Октябрьской, расположены по адресу проспект Социалистический 47, Октябрьская на профинтерно 48А. А наш герой Геннадий Мелехин сегодня визитом в налоговую остался доволен. По бумагам он по-прежнему чист перед законом. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, Город.